Саровский общественный транспорт за сутки перевозит сотни людей. Сотрудникам и пассажирам ежедневно приходится соблюдать новые требования безопасности. В начале пандемии транспорт работал в интервальном режиме. Сейчас автобусы ходят по привычному графику. На первых стадиях изоляции, то есть с 28 марта, автобусы работали у нас в усеченном режиме. То есть по графику выходного дня вывели всех работников полностью на линию. То есть работаем в обычном режиме, по графику рабочего дня. То есть у нас на линию выходит 30 единиц. И в выходной день, согласно расписанию, там 11 автобусов у нас выходят на линию. Под новые условия работы в первую очередь пришлось подстраиваться водителям и кондукторам. Сотрудникам выдали многоразовые маски, перчатки и антисептики. Для профилактики автобусы обрабатывают дезинфицирующим составом два раза в сутки. Ночью, во время стоянки и уборки и в течение дня. Обрабатывает салон полностью, то есть поручни, стекла, сидения, полы, двери. Вот это делается ежедневно. Водители обязали контролировать нарушителей масочного режима. Но рассадить тех, кто не соблюдает социальную дистанцию, или отказать в посадке человеку без средства защиты, они не могут. Поэтому исполнение мер безопасности остается на совести самого пассажира. У водителя нет вот такой возможности, он же не может их выгнать. Если человек едет, тем более, допустим, сегодня погода у нас плохая, то есть не оставишь его на улице. Все равно проходит. Но пытаемся договариваться как-то с пассажирами, чтобы они одевали маски, хотя бы маски, не говоря уже про перчатки. Сотрудники транспортного управления призывают саровчан сознательно подходить к поездке в автобусах, надеть средства защиты и обезопасить тем самым себя и окружающих под силу каждому. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.